В 1958 году по заказу СССР на судоверфи города Висмар, Ллойд Уэрфетт и Уисмар, в Германии был спущен на воду теплоход проекта 588, по которому было изготовлено 49 судов. В мае 1958 он был принят в эксплуатацию, приписан к Волжскому объединенному речному пароходству в Горьком, ныне Нижний Новгород, под названием «Кавказ». В 1961 году, после полета первого человека в космос, он был переименован в «космонавт Гагарин». Под этим именем он трудится и по сей день, хотя его часто называют «теплоход» Юрий Гагарин. В 2005 год корабль продали компании «Академфлот» в Самару, из которой он совершает свои круизы по Волге. В настоящее время работает с туристической компанией «Волгоплес», хотя в 2008-2012 работал с «Инфофлотом», который до сих пор имеет права на продажу круизов теплохода. Его навигация проходит в водах реки Волги. Теплоход «Гагарин» прошел три модернизации, в ходе которых снизили количество пассажиров, но повысили комфорт в каютах. Многие из них были снабжены санузлом, пересмотрена планировка. Первая модернизация была осуществлена в 2005 году, вторая в 2007-2008, последняя произведена в 2017-2018 годах. Этот теплоход стал первым на маршруте Москва, Санкт-Петербург, Москва, чьи пассажиры совершили круиз, два в один. Во время стоянки в Питере они отправились на прогулку паромом в Хельсинки и Стокгольм. Технические характеристики На сегодняшний день теплоход обладает следующими характеристиками, длина 95,8 метра, ширина 14,3 метра, осадка 2,45 метра, водоизмещение 1500 тонн, скорость до 23 км в час, пассажировместимость, по разным данным от 180 до 187 пассажиров, экипаж 60 человек. Круизный теплоход представляет собой трехпалубное судно. К услугам пассажиров два ресторана, киноконцертный зал, караоке-бар и музыкальный салон. Можно взять на прокат различный инвентарь для развлечений в пункте проката, позагорать на шлюпочной палубе. За медицинской помощью можно обратиться в медпункт, в киоске с сувенирами купить себе или своим друзьям и родственникам подарки на память. Единственным значимым минусом является отсутствие интернета. Каюты. На теплоходе действует несложная система классификации кают. Если исключить люкс и полулюкс, то останется два основных типа А и Б. Каюты А оборудованы всеми удобствами, санузлом, в который входит умывальник, душ и туалет. В каютах Б есть только умывальник, душ и туалет общие и находятся на палубе. Обратите внимание. Следующие за буквой обозначения говорят о том, какие уровни комфортабельности есть в каюте и о ее расположении. К обозначает, что каюта расположена на корме, Н – на нижней палубе. Символ 2 говорит о том, что в каюте двухъярусной кровати, плюс, указывает на увеличенную площадь. На самой верхней шлюпочной палубе находятся каюты – люкс, полулюкс и – Б1. Люкс представляет из себя двухкомнатную четырехместную каюту увеличенной площади со всеми удобствами – кондиционер, душ, туалет, умывальник. Имеются отдельный холодильник, телевизор. Спальные места представлены двумя отдельными кроватями и раздвижным диваном. В каюте есть два больших обзорных окна. Полулюкс является однокомнатным с одним обзорным окном. В остальном его наполнение соответствует – люксу. Каюты – Б1, одноместные с частичными удобствами. Есть кровать, тумбочка, шкаф и радио. Одно обзорное окно. На средней палубе каюты представлены полулюксом А4, А2, 2, А2К, Б1, Б4, и, Б2Вторых. А4 – четырехместная со всеми удобствами, А2, 2, двухместная с двумя отдельными кроватями. Точно такая же, но на корме – А2К. Остальные каюты с частичными удобствами отличаются только вместимостью 1, 2 или 4 пассажиров. Каюта – Б2Вторых, имеет двухъярусную кровать. На главной палубе есть – полулюксы, каюты – А2, и, А2+, а также, А1. Полулюксы – различаются между собой незначительно. Основное отличие в спальных местах – где-то двуспальная кровать, где-то раздвижной диван. В каютах, А2, имеются две отдельные кровати, большое обзорное окно. П, А2+, больше свободного места и вместо кровати раздвижной диван. Помимо основных палуб, каюты расположены и на нижней. Основное отличие таких кают в отсутствии обзорных окон. Вместо них стоят иллюминаторы, в некоторых два, в других четыре. Здесь всего два вида кают – А1Н и А2Н. Круизы. На сегодняшний момент теплоход совершает 23 круиза из трех портов – Самары, Нижнего Новгорода и Ярославля. Основной порт – Нижний Новгород. Круизы из Нижнего Новгорода. Самые короткие круизы в Казмодемьянской, Ярославль – три дня. В первом случае пассажиры посетят еще Казань, во втором – Чкаловск. Четырехдневный круиз ходит в Ярославль, проплывая Чкаловск, Кострому и Плес. Круизов на пять дней четыре. Первый следует по маршруту Нижний Новгород, Чкаловск, Кострома, Ярославль, Каприна, Ярославская, Взмарье, Рыбинск, Тутаев, Плес, Нижний Новгород. Два по маршруту Нижний Новгород, Ярославль через Чкаловск, Кострому, Мышкин, Угличи, Плес. И последний ходит в Чебоксары, Ёшкар-Ала, через Казмодемьянск, Свияжск, Казань, Болгар, Тетюши и Самару. Прогулка в Казань займет шесть дней. На пути встретятся Чебоксары, Ёшкар-Ала, Тетюши, Болгар, Елабуга, Чистополь, Свияжск и Макарьев. Есть два семидневных круиза, на первом в списке Чкаловск, Кострома, Ярославль, Мышкин, Углич, Тверь, Торжок, Дубна, Тутаев и Ярославль. На втором – Казань, Болгар, Ульяновск, Ширяево, Самара, Тетюши, Чебоксары, Ёшкар-Ала и Макарьев. При покупке круиза Нижний Новгород, Свияжск, Казань, Болгар, Ульяновск, Самара, Саратов, Усовка, Зеленая Стоянка, Винновка, Монастырь, Самара, Тетюши, Казмодемьянск, Нижний Новгород туристы пробудут в пути восемь дней. Самый длинный маршрут из Нижнего Новгорода длится 12 дней. Пассажирам встретятся такие города как Свияжск, Самара, Усовка, Зеленая Стоянка, Волгоград, Астрахань, Никольская, Саратов, Казань и Макарьев, круизы из Самары. Из Самары ходят всего два маршрута – Ярославль, Кострома, Плес, Нижний Новгород, Казмодемьянск, Чебоксары, Ёшкар-Ала, Свияжск, Казань, Болгар, Тетюши, Самара – семь дней. Нижний Новгород, Казмодемьянск, Чебоксары, Ёшкар-Ала, Свияжск, Казань, Болгар, Тетюши, Самара – пять дней. Круизы из Ярославля. В угли через Мышкин круиз продлится три дня. Если к этим городам прибавить Тверь, Дубну и Тутаев, то маршрут займет уже пять дней. Шестидневный круиз пройдет по городам Нижний Новгород, Казань, Казмодемьянск, Чкаловск, Кострома и Ярославль. Причем в Нижнем Новгороде туристы проведут два дня. Рейс Ярославль-Кострома, Плес, Нижний Новгород, Казмодемьянск, Чебоксары, Ёшкар-Ала, Свияжск, Казань, Болгар, Тетюши, Самара – семь дней. Путешествие из Ярославля в Нижний Новгород через Плес, Чебоксары, Ёшкар-Ала, Тетюши, Болгар, Елабугу, Чистополь, Казань, Свияжск, Макарьев и Чкаловск. Круиз продлится девять дней. Маршрут через Каприно, Ярославское-Взмарье, Рыбинск, Тутаев, Плес, Нижний Новгород, Свияжск, Казань, Болгар, Ульяновск, Самару, Саратов, Усовку, Зеленая стоянка, Винновку, Монастырь, Тетюши, Казмодемьянск и Чкаловск. С двухдневной стоянкой в Нижнем Новгороде займет 13 дней и самый продолжительный круиз по маршруту Ярославль, Нижний Новгород, Свияжск, Самара, Усовка, Зеленая стоянка, Волгоград, Астрахань, Никольская, Волгоград, Саратов, Самара, Казань, Макарьев, Нижний Новгород, Нижний Новгород, Чкаловск, Кострома, Ярославль пройдет за 15 дней. Важно! Все подробности по круизам, расписание, регистрация, цены вы можете посмотреть на сайте оператора «Волгоплес». Этот ресурс можно считать официальным сайтом теплохода «Космонавт Гагарин». Там же можно оформить бронь билета. Купив билет, пассажир получает определенный перечень услуг. Среди них постельные принадлежности, трехразовое питание, вечерние развлекательные программы с аниматорами и дискотеки. В концертном зале показывают кино. За отдельную плату можно посидеть с друзьями в ресторанах или баре. Некоторые маршруты включают в себя экскурсионные программы по городам, в которых останавливаются, но обычно все экскурсии покупаются отдельно на борту теплохода. Купить билеты на круиз можно на порталах тех операторов, которые сотрудничают с «Волгоплес», «Инфофлот», «Ричфлот», «Дримлайнес», «Мегафлот», «Старфлот». Теплоход «Панферов» на сегодняшний момент доступна покупка круизов с июля по сентябрь. Важно, туроператоры часто делают различные скидки за выкуп нескольких кают, семейные скидки и праздничные. Все это нужно узнавать непосредственно у оператора. Время, проведенное в круизах на теплоходе «Космонавт Гагарин», пассажиры запоминают надолго за те приятные впечатления, которые у них остаются.